Тема сортировки и переработки мусора занимает первые строчки в региональной и федеральной повестке. Чтобы помочь регионам безболезненно пережить реформу ТКО, правительство учредило российского экологического оператора. Станислав Воскресенский встретился с генеральным директором компании Денисом Буцаевым и обсудил перспективы отрасли в Ивановской области. Делегация оператора посетила мусоросортировочный комплекс. Специалисты отметили высокую эффективность технологических решений при довольно сбалансированной стоимости объекта. Внимание этой отрасли уделяется высокое и в настоящий момент мы можем сказать, что практически все элементы инфраструктуры либо уже построены, либо находятся в состоянии проектирования. Обсуждали в этом отношении и контейнерные площадки, контейнеры, мусоровозы, обсуждали мусоросортировочные и утилизационные комплексы, обсуждали необходимость в этом отношении строительства полигонов для захоронения только тех остатков, которые будут образовываться после достаточно высокого уровня обработки и утилизации общего объема. Новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами вызвала у ивановцев в свое время много нареканий. Решить все проблемы не удалось до сих пор. Остро стоит вопрос с контейнерными площадками, которые зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. Регоператору не хватает мусоровозов, а главное в регионе нужен качественный мусороперерабатывающий завод, который позволит снизить нагрузку на полигоны. Российский экологический оператор поможет области с финансированием и детальной проработкой проектов. У корпорации есть несколько программ, где-то это субсидии, где-то льготные кредиты. Мы намерены в этих программах всех поучаствовать. Зачем это делать? Чтобы любые хорошие новости и инвестиции в эту отрасль, а напомню, речь идет о том, чтобы не мусор не на полигонах валялся, а все-таки сортировался, перерабатывался, чтобы это было за счет таких субсидий, а не за счет граждан, как это, к сожалению, часто у нас бывает. Поэтому на таких программах мы и договорились. Губернатор также отметил, что власти должны выбрать технологию сортировки и переработки, которая была бы эффективна и понятна гражданам. Представитель экологического оператора, в свою очередь, пообещал помочь с поиском инвестора и минимизации расходов на мусорную отрасль.